В нашем лесу еще лежит снег вот такими вот маленькими островочками. Но мы уже с умной овчаркой, умная овчарка, здравствуйте, пришли на полянку для того, чтобы собрать растительность для нашего первого весеннего салатика. Апрель, и уже вовсю проклевывается щавель. Видите, там вот еще снежок лежит, овчарка улыбается, а здесь уже растет щавель. Такие вот зеленовато-красные побеги. Много-много их здесь в каждой кучке проклевываются. Такие вот вкусные витаминные побеги обыкновенного дикого щавеля. Он кисленький, без горчинки. Это смело можно собирать и сразу же добавлять в салаты. Здесь у меня в моем медном волшебном тазике есть молодила. Вот такие вот листочки я собираю с нижних веточек розетки, чтобы не навредить розетке. И вот сейчас, собственно, собираю щавель. Хватит в меня влюбляться. Собака, не мешай мне, стоп, сидеть. Сидеть. Все, думай головушкой. А я буду собирать щавель. С солнечной поляной мы плавно перемещаемся в уже такой пасмурно-тенистый лес. И здесь вы можете ранней весной, сразу после того, как сойдет снег, найти вот такую травку, которая называется кислица. Вот она, кислица. На вид как клевер, но это именно кислица. Вот такую вот кислицу тоже непременно соберите для своего весеннего салата или для напитков. С нее можно заваривать чай, добавлять салаты, супы вместо капусты. Ее еще называют заячья капуста. И вот на таких вот у подножья деревьев можете встретить уже свеженькие молодые листочки кислиц. Убегает. Пока собирали зеленушку всякую, наткнулись на строчки. Видите, какие мясистые грибочки. Первые грибы этого сезона. Запах у них, конечно, особенный. Похоже на хрящики грибы. Вкусные, если правильно приготовить. Еще один вид щавеля, который нужно собирать весной, пока он еще не перерывается. Конский щавель или овелук. Вот такие вот прошлогодние стрелки вам укажут место, где растет конский щавель. Его намного проще собирать, потому что у него длинные такие вот мясистые ростки. В них тоже содержится щавелевая кислота. На вкус они точно такие же сейчас на данном этапе роста, как и обыкновенный щавель. Просто ростки у него крупнее и собирать их попроще. Прямо вот так вот вытягиваем их из земли. Длинненькие и вкусные. Еще одна очень вкусная трава, которую вы наверняка видели в лесу и на полях, называется морковник. Она выглядит вот так вот, как будто морковка взошла. Видите, листья очень похожие. У нее пока молодые, такие красновато-бурые побеги, с начинающими зеленеть листочками. Кервель его еще называют. Его очень сложно с чем-то спутать, потому что и пахнет, и на вкус он как морковь. Есть еще два вида растений, которые похожи на кервель, но являются ядовитыми. Но, во-первых, в нашей полосе, вот конкретно у нас в лесу, они не растут. А во-вторых, они растут ближе к воде и имеют отличительные признаки. Первое, это болиголов пятнистый. У него на побегах пятнышки такие своеобразные, фиолетово-красные. И есть еще растение под названием цикута, которое растет ближе к воде. Оно растет по берегам. У нас есть два места, где растет цикута, но, естественно, там мы ее не собираем. Кервель или морковник очень просто найти и распознать по сладкому морковному вкусу. Кстати, еще одной отличительной особенностью кервеля от его ядовитых аналогов является запах. Болиголов пятнистого, запах мышиного гнезда. Вы его ни с чем не спутаете, когда соберете травку, помните ее в руках и понюхайте. Болиголов пахнет мышами. Вот я не знаю, как вам этот запах описать, но вы его точно не спутаете ни с чем. Потому что кервель пахнет морковью, а болиголов пахнет мышами. Пока я тут зеленушку собираю и ем ее параллельно. Умная овчарка меня сторожит. Лицо, конечно, у Валентина очень философское. Собака нагулялась, искупалась и ждет, когда же мы отправимся домой есть уже салатики. Он засыпает, смотрите. На страже моего покоя. Валя, ты спишь? Валя! Ты втираешь в себя весну, да? Теперь ты втираешь в себя весну. А вот еще одна витаминная весенняя зелень. Это у нас ревень. Ревень, лопух. Как угодно можно называть. Уже его можно собирать. Вот эти вот листики очень-очень вкусные. Сейчас я их помою, и будет красота. Видите, пробивается уже. Такой мясистый, жирненький. Очень вкусные листья. Надо только убрать прошлогодний, чтобы был доступ. Смотрите, какие всходы у него. Как какие-то космические яйца. Заберем крабовые палочки нашего огорода. Пробивается на кочках вот такой вот сладкий лучок. Такой цветущий, тоненький лучок. Многолетний. Который растет сразу прямо из-под снега. Даже еще на холодной земле. Его тоже обязательно нужно собрать для салата. А вот молодила, про которую я вам уже рассказывала. Его тоже обязательно добавляем в весенний салат. Я не нарушаю розеточки. Просто вытягиваю из них вот такие вот небольшие кусочки. Ну что, умная овчарка, собрали мы с тобой зеленушку? Пойдем в салат готовить? Как считаете, умная овчарка заслужила награду? Яичко. Держи. Перепелинные. Ну что, зеленушку я порезала. Яйца перепелиные отварила. Котику тоже интересно. И сейчас я заправлю салатик сметаной. Посолю. И он будет готов. Весенний витаминный салат. Вот такой вот весенний салатик из апрельского леса получился. Это очень вкусно.